Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске. Ан-70 исключен из госпрограммы вооружения. Арбитражный суд в ожидании волны жалоб на непладежи. Казань просит установить предельную стоимость стройматериалов. Минобороны России исключила военно-транспортный самолет российско-украинской разработки Ан-70 из госпрограммы вооружения. По информации источника, военное ведомство рассматривает возможность подать иск, чтобы взыскать с украинской стороны почти 3 миллиарда рублей убытков. Деньги были переведены в Киев на проектирование Ан-70. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. Серийное производство Ан-70 планировалось начать в 2014 году. Изготовителем с российской стороны было КПО имени Горбунова, отмечает Интерфакс. 60 самолетов Минобороны должно было приобрести до 2020 года. Однако украинская сторона заморозила совместную опытно-конструкторскую работу и завершила ее самостоятельно. Между тем Россия успела заплатить за проведение данных работ. Эксперты отмечают, что в текущих условиях этот проект невозможно реализовать. Президент Татарстана Рустам Мениханов прогнозирует рост количества обращений в арбитражный суд Татарстана. Нагрузка на арбитраж по делам о банкротствах увеличилась также в прошлом году на 24%, сообщает РБК. С учетом процессов, которые сегодня происходят, надо ожидать, что количество претензий, заявлений в арбитражный суд будет увеличено. Мы уже ведем, мы ведем мониторинг, по итогам января мы видим замедление, увольнение, неполный рабочий день. И вся эта история, она будет передикать и в процедуре надо будет эти вопросы по многим нашим предприятиям рассматривать на уровне арбитражных судов. Как сообщили представители суда на совещании по итогам года, рост нагрузки на арбитраж по делам о банкротствах ощущается уже сейчас. А по прогнозам председателя торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиля Агеева, арбитражному суду следует ожидать вал жалоб банков на предпринимателей, не выплачивающих кредиты. По его словам, кредиты, выданные производителем, резко подорожали, а это означает вал дел с неплатежами и невыполнением обязательств. Глава торгово-промышленной палаты Республики считает, что основной поток таких дел придется на второе полугодие. По данным издания, в арбитражном суде Республики сейчас рассматриваются десятки дел о банкротстве крупнейших компаний Татарстана. На стадии конкурсного производства до сих пор находится некогда крупнейший агрохолдинг «Вамин Татарстан» с долгами в 12 миллиардов рублей. С начала года идет конкурсное производство в отношении микрофинансовой организации вице-президента опоры России Павла Сегала «Центр микрофинансирования». Рассматриваются банкротные дела и в отношении двух крупнейших пассажирских авиаперевозчиков – авиакомпаний «Татарстан» и «Акбарс Аэро». Сокращение импорта полиэтилена позволило «Казань-Оргсинтезу» повысить цены и почти втрое увеличить чистую прибыль, пишут ведомости. Выручка компании увеличилась на 18% и составила 54,4 миллиарда рублей. Такой результат связан с дефицитом на рынке полиэтиленов и ослаблением курса рубля, что привело к росту цен на продукцию предприятия. Вместе с тем недостаток сырья привел к снижению объемов производства. Снижение производства – негативный фактор и сигнал на этот год. Рынок проседает уже сейчас и, скорее всего, будет проседать весь год из-за снижения спроса, считают независимые эксперты, опрошенные изданием. И все же в этом году рублевая вручка «Казань-Оргсинтеза» подскочит на 20-25% до 70 миллиардов рублей, отмечают специалисты. Вырастет и чистая прибыль. Способствовать этому будут как девальвация рубля, так и активная диверсификация российского экспорта в целом, утверждают они. В этом году в «Казани» будут капитально отремонтированы 280 домов, 17 школ и 4 детских сада. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии города. На эти цели планируется потратить более 2 миллиардов рублей бюджетных средств. Одна из главных проблем, с которой сейчас сталкиваются подрядчики – это серьезное подорожание строительных и расходных материалов. Сторить это сегодня достаточно сложно. Мы отслеживаем основные позиции. Ну, скажем, вот трубопрокат сегодня подорожал где-то процентов на 40. А это у нас система водоснабжения, отопления, канализации, другие моменты. Вот полипропиленовые трубы сами по себе подорожали не сильно, но значительное подорожание соединительных элементов, фитингов, переходов и так далее, которые, как правило, зарубежного производства. Вот там тоже есть определенные вопросы. Мы обратились в министерство ЖКХ наше с просьбой рассмотреть, установить некие предельные планки для стоимости этих материалов, с тем, чтобы потом можно было скорректировать программу. Это были новости экономики. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова